Социал-демократической партии Германии удалось сдержать натиск ультраправых в земле Бранденбург. Согласно окончательным результатам, опубликованным в воскресенье вечером Государственной избирательной администрации, социал-демократы Олафа Шольца получают 30,9% голосов. Ультраправая альтернатива для Германии занимает второе место с результатом 29,2%. Третье место в земле Бранденбург заняло новое левое движение «Союз Сары-Вагентнехт» — христианские демократы четвёртые. СДПГ стоит у руля в этой восточной земле с момента объединения Германии в 1990 году. Сам Олаф Шольца живёт в подздаме столицы Бранденбурга. И поражение социал-демократов могло быть расценено как плохое предназнаменование за год до федеральных выборов. В то время как ливанская группировка Хезбалах выпустила более сотни ракет по Израилю, в ЕС призывают к новым посредническим усилиям, чтобы положить конец растущей напряжённости на Ближнем Востоке. Атака была совершена после израильского авиаудара, в результате которого в Бейруте погибли по меньшей мере 45 человек, включая высокопоставленных командиров группировки. Верховный представитель ЕС по иностранным делам заявил, что Брюссель крайне обеспокоен растущим трансграничным насилием между Израилем и Хезбалах. Он призвал к немедленному прекращению огня. В столице Ливана прошли похороны трёх недавно убитых боевиков в Хезбалах. Заместитель лидера Хезбалах Наим Касем заявил, что группировка вступает в бессрочную битву расплаты с Израилем. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил о готовности предпринять все необходимые меры для восстановления безопасности. Кипр надеется присоединиться к европейской энергосистеме к 2028 году или к не менее 2030 году после подписания межгосударственного соглашения с Грецией. После месяцев переговоров и окончательного оформления президентом Кипра во время визита в Афины соглашение было подписано министрами энергетики двух стран в эти выходные. Энерголинии Кипра будут соединены с Критом, а затем пройдут через Средиземное море в материковую Грецию и остальную Европу. Лидеры Кипра, Франции и Греции встретятся на следующей неделе для обсуждения проекта. Его цель – содействие снятию энергетической изоляции Кипра, а также продвижение стратегической цели Греции – стать транзитным узлом чистой энергии. Инициаторы проекта говорят, что это будет самый длинный в мире высоковольтный кабель длиной в 1240 километров. Достижение соглашения оказалось сложной задачей на фоне задержек и разногласий между сторонами. Среди спорных моментов были окончательная общая стоимость проекта, комплексные проверки и расчет затрат и выгод. Однако за последние несколько недель был достигнут быстрый прогресс преодоления разрыва и разработки сделки. Никосия и Афины приветствовали разработку как возможность для запуска проекта. Кабель свяжет сети из Европы и Кипра в проекте стоимостью 1,9 млрд евро, а затем протянется до Израиля. Европейский Союз профинансирует этот проект на сумму 650 млн евро. Яркие леопарды выпрыгивают из рам, большие чучела левиц набрасываются на зебр. Зверинец из нарисованных животных и серия автопортретов представлены на новой выставке работ Антония Легабуэ в Болонье. Экспозиция включает в себя 100 работ художника-визионера. Некоторые из них публика увидят впервые. «Став сиротой в малом возрасте, замкнутый и непонятый художник добился относительно успеха лишь в конце своей карьеры. Но его яркое видение человеческого царства и его самого по-прежнему отмечается по всей Европе».